Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня воскресенье, 27 апреля, и вот я с уночком на зарядке снова. Сейчас я по утрам бегаю, зарядочки. Ну, много набрал веса, надо сбрасывать, садиться на диету, месяца два надо будет. К сожалению, вся вот жизнь борьба с весом, с обстоятельствами, с ленью и так далее. Ну, к сожалению, что поделать. Покой ведет к загниванию и гибели, поэтому надо бороться, по крайней мере, с весом. Вот я этим занимаюсь. Что вам рассказать? Вот я открыл сайт новый, антимафия, нет, мафия называется. Заходите, оставляйте там свои заявления, можно анонимно все это публиковаться, проверяться, в основном законодательстве направляться в проходительные органы. Вернее, что там осталось, потому что все разрушено, реформы проведены в стране дикие, фактически все уничтожено, экономика уничтожена. Главное, разрушено внутреннее состояние человека. Армия перестала защищать, полиция перестала ловить бандитов. Все какие-то бабки, бабки, причем привитивные бабки. Это показатель все-таки нездоровой страны, потому что ни в одной стране мира бабки так не играют огромную роль. Покупается все, от мест в парламентах и так далее. Во всем мире наоборот. Если ты что-то себя представляешь, но нет денег, тебе дадут. Деньги тебе дадут почему? Потому что есть элита политическая, ей нужны образованные, умные. У нас нет элиты. Вчера он курил на шуф-подвале, воровал на складе кирпичи. Сегодня мэр, пер, президент и так далее. Но в душе-то, в сознании он остался так же. Мелким расхитителем, анашистом и так далее. Вот такая страна. И наоборот, русские богатыри, вот я, позиционеры, кто, так сказать, за правду, за родину, за светлое будущее. Они, так сказать, неудел и так далее. Но так не может речь-то продолжаться. Россия спрятит это с нам. И, так сказать, на обломках, что там, самовластия, напишут наши имена. Вот и мое имя напишут. Так что вот я заговорил стихами. Вот лес, птички. Видите, немножко снег сошел. Птички летают. Вот такие дела. Ваш Бессонов Алексей Борисович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова